Добрый вечер, Ванкувер с нами на связи. Дебора Макнамара, клинический психолог-консультант, преподаватель Института Гордона Ньюфилда. Дебора, hi, nice to see you. Hi, nice to be here, thank you. Мне очень приятно здесь сегодня находиться, спасибо. Лекция, которую прочитает Дебора, будет посвящена игре, называется она наука об игре. Дети думают, мыслят, говорят по-другому, не так, как мы взрослые, но это не причина для недопонимания, особенно если не забывать о том, что дети и взрослые могут играть. Игра и неигра, как различать, когда одна и та же деятельность, игра, когда уже нет. Какие условия необходимы для игры? И неочевидные взрослым площадки для игры. И хочу представить Наталью Алексееву, которая помогает нам сегодня с переводом. I would also like to introduce Наталью Алексееву, who is our interpreter today. Дебора, вам слово. Дебора, now you are taking the floor. Wonderful. Thank you very much for having me. I'm delighted to be here to speak about the lost art of play. When we look at the developmental science around play, what is really clear is that this whole area is of critical importance to development. and it all centers on helping children become their own persons. Спасибо вам большое. Я очень рада, что вы меня сегодня сюда пригласили. Если мы с вами поговорим об утраченном искусстве игры, если мы с вами посмотрим на науку об игре, то мы можем с вами понять, что игра очень важна для развития детей. The definition of play, we're going to start here first of all. The reason being is that this word, many people think that certain things are play, certain things masquerade as play. Excuse me, but play has seven characteristics that I want to share with you. Давайте мы с вами для начала дадим определение игре, потому что очень часто люди говорят о чем-то, что это игра, потому что очень много что маскируется под игру. Но на самом деле у игры есть свои определенные характеристики. Давайте для начала мы эти характеристики рассмотрим. Когда мы говорим про игру, очень многие люди считают, что по сути ничего в этот момент не происходит. То есть вот у вас ребенок просто веселится и никак не развивается. На самом деле это не так. В этот момент у ребенка происходит развитие. Я вам сейчас дам определение игры, покажу характеристики, а потом немного вас подразню. Итак, у нас есть семь характеристик игры. Первая характеристика. Во-первых, игра – это не работа. То есть у нас здесь с вами акцент делается на деятельности, на процессе, а не на результате. То есть здесь важна вовлеченность ребенка в процесс. Вы можете взять что-то, что-то,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... Допустим,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Допустим, возьмем некую деятельность, которой у вас на настоящий момент занимается ваш ребенок. Ребенок увлечен этой деятельностью. Вы подходите и начинаете хвалить результат. Например, ребенок у вас делает некую поделку. Вы ему говорите, поделка должна выглядеть так-то и так-то. Или, допустим, строит он у вас некое здание, и вы говорите, здание должно быть таким-то и таким-то. Все. Как только вы переносите концентрацию с процесса на результат, у вас сразу же это становится не игра, а работа. Второй важный момент. То, что у вас происходит во время игры, у вас происходит не по-настоящему. Что это значит? Нет никаких последствий. То есть до тех пор, пока у вас, конечно, все остаются в безопасности, пока дети увлечены игрой, то ничего страшного с ними не происходит. Дети занимаются чем хотят, играют как хотят, и, конечно же, это происходит не по-настоящему. Что это значит? Что не должна игра приводить к каким-то последствиям и, возможно, к каким-то суждениям, к каким-то мыслям, которые бы у вас возникли, если бы они так себя вели в настоящей жизни. То, что такое происходит? Что у нас часто происходит? Как порой ведут себя родители и воспитатели? Вот, например, у вас дети играют, например, они в шутку начинают драться, да, или вдруг они во время игры начинают кричать. И, допустим, да, такое поведение, конечно же, у нас в настоящем мире недопустимо. И в этот момент взрослые часто начинают судить ребенка, начинают судить их поведение. А это неправильно, потому что в процессе игры ребенок часто выплескивает свое раздражение. Там находят выход его эмоций, которые иначе, да, в настоящей нашей жизни, может быть, не нашли бы выхода. То есть, таким образом, это помогает развитию эмоциональной системы ребенка. The other characteristic of play, besides being not work, not real, is that it is primarily expressive and exploratory. What that means is that a child is engaging with what interests them, what their preferences are, and they have a sense of agency as they're venturing out to play. They're really, it's not about information or instruction going into the child, it is about their ideas coming out and being expressed on the world around them. Так, соответственно, у нас игра не работа. Кроме того, игра это что-то, что не происходит в настоящем мире. Какая у нас третья характеристика игры? Игра крайне экспрессивна, и игра способствует познанию мира. В чем это заключается? Вот у вас ребенок играет. В момент игры он проявляет свои интересы и проявляет свои предпочтения. То есть в этот момент он, по сути, сам у вас становится совершателем некого действия. Вы не даете ему какие-то инструкции, вы не указываете ему, что делать. Он сам решает, чему занимается в этот момент. Продолжение следует... Так, все. Так, что люди могут спросить, okay, is a video game play? Потому что это не работа, и это не для того, чтобы не было. Но а видео game не очень известен. Meaning, это человек, 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 человеку. И а видео game, как и читать книги, не так и читать книги. Часто очень задают люди вопросы, а вот, например, видеоигры, да, ну тоже по сути игра, так же ли видеоигра экспрессивна, как и обычные игры? Ведь по сути там ребенок может, например, какой-то делать дизайн, да, или играть за какого-то героя. На самом деле видеоигра, она как книга, то есть все-таки она не настолько экспрессивна, как если, например, у вас ребенок взаимодействует со внешними объектами и играет с ними. Да, 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 да. Еще один важный момент. Для игры должно быть свойство на ощущение безопасности. Это касается эмоциональной безопасности, это также касается физической безопасности. То есть ребенок у вас играет с другими детьми, и он должен в этот момент ощущать себя полностью в безопасности. Еще одна важная характеристика игры. Ребенок в этот момент полностью увлечен игрой, то есть полностью находится в ней, она полностью привлекла его внимание. У него теряется чувство времени, он не думает о результате. Он находится сейчас внутри вот этого момента. Для него не важно будущее, для него важен настоящий момент. Он полностью им увлечен. Другие характеристики игры, то есть есть чувство свободы, meaning that the child can explore new spaces in their imagination. They can have the freedom to do things that reality would prevent, like pretend to fly, pretend to be a superhero. There is a sense of freedom in play, that one is not constrained by the realities of everyday life, and this is important in terms of exploring. Еще один важный момент – это свобода. В игре ребенок свободен, и это очень важный момент для познания мира. То есть ребенок может придумать какие-то новые вселенные, их для себя открывать. Он может, например, играть, что как будто бы он летает, или как будто бы он супергерой. То есть нет никаких сдерживающих факторов, которые существуют в настоящей жизни. Когда one is trying to decide if what a child is doing is play, then it would be important to look at these six characteristics and say, is it not work? Is it not for real? Is it largely expressive? Is there a sense of safety? It engages the child, and there's a sense of freedom. If the answer is yes, then you're likely having activities that are true play for that child. If some of these are missing, then, of course, while it might not be true play, there might be some value to it. So, for example, it's important for children to learn how to swim. That's a good safety thing, as well as a skill. So, but these characteristics would only be true. We could only say that certain activities are truly play when these characteristics are present. Итак, например, вы оцениваете, это вот перед вами сейчас игра или нет? Должна игра соответствовать указанным шести характеристикам, то есть не работа, не по-настоящему, в полной безопасности, экспрессивно, ребенок полностью вовлечен и свобода действия. Если бы вы по всем этим характеристикам ответили да, да, значит, действительно, это настоящая игра. Если, например, что-то у вас не совпало, все равно, возможно, это какое-то очень ценное действие, но все-таки это не совсем игра. Вот, например, учиться плавать, это действительно очень важно, да, это важно для безопасности, это получение нового навыка. Но все-таки вот, чтобы сказать, что это истинная настоящая игра, у вас должны совпасть все признаки. Ага. 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 Смотрите, пожалуйста, на вот эти скобочки, что они у нас символизируют? Вот то, что находится внутри этих скобочков, да, это свобода, ваша свобода от работы, ваша свобода от реальности, но человек не может постоянно играть, то есть он, например, начинает играть, погружается в игру, а потом из нее выходит. Дело в том, что все равно нам надо взаимодействовать с настоящим миром, он существует, да, за пределами нашей игры, соответственно, должна быть возможность вернуться обратно в работу, вернуться во внешний мир. Таким образом, игра — это, по сути, побег от реальной жизни, и должна быть обязательно возможность в эту реальную жизнь вернуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова